Ну, ребят, всё в моей жизни объясняется моей любовью к группе Rolling Stones вот с двух лет, когда я ещё вот только вот начал ходить. И об этом свидетельствуют мои родители, брат, что я отмечал, значит, когда звучали Rolling Stones, но мой брат вообще постоянно слушал проигрыватель, вообще так или иначе с рок-н-роллом, вот с этим всем кругом, который я сейчас слушаю. Ну, правда, туда ещё добавляю, здесь Black Sabbath, Deep Purple я почти не слушаю, если не сказать вообще не слушаю, Юрахип, вот это я тоже не слушаю. Но более разнообразно, в принципе, этот же круг. И вот, понимаете, я всегда хотел быть в этом духе, на них похожем, этот образ жизни, эта философия. А какая философия? Что такое Rolling Stones? То есть так подумать на трезвую голову. Что, конечно, это балдёж, девушки, то есть блюз, сексуальность, крутизна. Ну, наверное, всё это, да, всё это так, всё это к этому относится, но определить это сложно. Вообще, как кто-то из них сказал, что нас будут вспоминать как мини-стрелей. Ну, вот это поколение. То есть вообще, вот это рок-н-ролл 50-х годов, начиная с Короля Элвиса, Чак Берри, Джерри Льюис, тот же самый глупок Крикетс, Бадди Холли, ну вот, со штатов, да. И то, что потом подхватили в Великобритании, Великобритания, да, на древних британских корнях, это всё, я считаю, достиглось у просто расцвета, потому что револьвер Битлз, ну, я не знаю, Лид Зейпелин, я не вижу таких примеров в Штатах, по крайней мере, с того, что я знаю, потому что, возможно, возможно, просто эти группы, эти исполнители, они неизвестны. Но, ну вот это, я не знаю, когда это снова может повториться, слава богу, остались превосходные записи, потому что так бы это всё было просто по слухам, как говорится, что вот действительно были такие министрели. Ну вот всё объясняется этим. Всё объясняется этим. Ну, литература, которую я, значит, прильну в связи с, в общем-то, с тем, что я оказался вот в Москве, в этом чуждом городе, тем, что моё детство резко оборвалось. Ну, литература, это немножко, конечно, отдельная область, собственно, как и блогерство. моё нынешнее. Я вообще удивился, что я сам начал писать. Для меня самого это удивительно, так же, как и нынешнее блогерство. Это тоже удивительно. Это какая-то неизвестная мне самому моя функция. Всё, друзья мои, вот так. Три минуты прошло, закругляемся. Продолжение следует...